да блин жену все включен поделав василий этот конечно всем привет сами стакрашка это не короче это у нас мы смотрим новое видео от канала best indie games или клемми games это у нас без нью-инди гейм трейлер и июнь 2022 часть 1 давайте посмотрим да 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 hello in the game fans there are so many awesome new in the games that popped up where i suspect even more will show up next week so to get things moving here are selection какой-то пиксельный платформер let's begin with chronicles of two heroes amataratsu хроника двух героев гнев матрасу окей на кикстартере собирается так давайте посмотрим на кикстартер мне интересно чего там дарки с данжен у него до дарки гнева матрасу них матрасу вот она эта игра вот он этот гнев матрасу он уже собрал нужную сумму одиннадцать тысяч восемьдесят два бакса ждем этот пиета пиксельная игра собрала деньги за три дня видимо идем дальше форма which i have covered before recently launching its kickstarter campaign which is all but a certainty that it will get fully funded this gives you the ability to switch between two characters freely each having their own unique abilities between the sword slashes of the samurai and the more agile movement and attacks of the ninja посмотрим чё и как в этой игре будет метридвения говоришь похоже на мессенджер ниндзя гайден ну да похоже тут согласен мари земля за какой черед для какой скелет это чё такое это уже это мне уже не нравится пицца обоссом аркадь не стил секшен Аркадный стелс-экшен про опоссума. Пицца опоссума. Ну посмотри на это. Мы играем за опоссума. Нам нужно прятаться. Ну понятно. Надо чтоб тебя в клетку не поймали. Ой, это похоже на мобильную игру. Вот это? Которая называется Horror Feud. Ни другой, ни кто другой. Что-то сливком пиксельно. Что-то сливком пиксельно. Что-то реально пиксельно. Кто-то собирает. 2020 с чертом выйдет. Давайте посмотрим, сколько он собрал. 4896 долларов. Надо собрать 28829 долларов. 28000 за это? То есть тот платформер типа Ниндзя Гайдный Мессенджер собирал 10000. А этот собирает 28000. 28000 за это. 28 ударов ножом. Ого. Опять литерейчик вам, да? Нет. 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 Не знаю, не знаю, ребята. Я вот такую игру вряд ли буду играть. Сейчас скажите. Ну это тоже была пиксельная и тебе понравилось. Чё это пиксельная тебе не... Чё тебе эта пиксельная не понравилась? Ну... А чем она муж понравится? Очень странная игра сделана. Очень странная игра сделана. Да, может музыка неплохая, но игра выглядит слишком однообразно. Напоминает Селесту. А, да кто-то ещё на время. Вот эти все... Я, кстати, не понимаю вот эти вот платформеры на время, где сразу на время всё проходить. Это у меня был бот-гайден, стрим по бот-гайден, и он... Мне не понравилось. О, создавать мы в свои уровни. Ну да. Потому что я геншини-то. Геншини-то? Ну я чё-то помню, да? А где-то сразу прошло. Эх ты, позорник. Не знаю, мне пофигу. Я не любитель. Да там всё криво работало. Да и пофигу. Пазл. Пазл. Нару забытые земли. Пазлы мы играть не будем. Пазлы играйте сами, кто хочет. Да. Пазлы это скучно. Пазлы. Пазлы. Приключения. это чудо красноносый как время этот хоккеисты прийти в масках то были это все это все это вид геймплей что ты показал я вообще не понял то что валент отважный храбрый принц валия стратегия это это средневековый company of heroes понятно не знаю зацепить не зацепить стратегии но меня цепляют абсолютно на крестовый поход это про дамплиеров понятно не знаю но Открывать нескольких грехов на мир, и так что Теодорик был создан на его путешествии по всему Европу, по всему Союзу, чтобы остановить его. Он был присоединился с новыми компаниями на дороге. Адреский арчер Конрад, его логичные хунстеры, а фермент Гаскоин, поиск для проведения шеверных разведений, напоминает анцестерс легоси напоминаю blitzkrieg это blitzkrieg средневековья это че такое glitchbusters co-op 3d шутер какая-то наркомания блин ты псей на персонаж это какой-то магнит на каком-то магните передвигается от кого магнит как ноги напоминает сплату ну может быть вот он я знаю она эксклюзивно на свече о господи топ 3 блин о господи за арабские цифры я думаю это арабская игрока нибудь а может быть и не арабская а может это американская под арабский да это не знаю арабы косят под или или это американскую спадара были к арийские арабы и арабский корейц месопотамия месоматамия и месопотамия ну вот опять какая-то ходилка он бегать значит стэйлс и не макик платформер типа пейбел это че у нас льонская башня надо библиотековый лодской башни о чем это я не знаю не впечатляет ну опять стелс блин тануки game studio разработчик китибоси разработал свою игру теле играть китибоси о стелс был как в металл гире тоже может в коробку прятаться какие игры нет делать какие-то спин-оффы геншина с персонажами со своими было бы намного на самом деле интересно там про джин там отдельная игра просто про утала было отдельно играли еще про кого-нибудь отдельная игра почему они до этого не догадываются непонятно ну чтоб это было не онлайн его игра какая-то такая маленькая о василий как тебе вот это на рогалик это рогалик акса вот у собирает бабло ну-ка кстати кстати вышла на пока триггер вич там где ведьма до скорости крутая ведьма 15 тысяч баксов за эту игру хотят пока еще они а 46 тысяч уже собрал этот рогалик за четыре часа сто процентов собрал за четыре часа вот те васи показатель люди хотят рогалики это люди поддержали это просто аренный шутер рогалик здесь нет никакого прохождения ничего похоже на нуклеер трон номер один эта игра номер один ну и как те номер один василий и и так подытожим хроники двух героев гнева матрасу и одобряем пицца посум это не для нас я буду говорить за двоих теперь модератор модератор наш мурус это тоже куда странный пиксельный тоже не одобрил странная какая-то игра на ручь это пазл какой-то тоже не это скучно фанополис какое-то странное приключение с красноносом пацаном тоже как-то странно выглядеть валента стратегия средневековая там с топлиерами не знаю понравится или нет ни на нет скорее всего глич пастерс где там какие-то там понятные входит магнитики непонятные персонажи стреляют друг друга колоб какой-то все в розовое все какой-то цветастая но в итоге она выглядит как какой-то не знаю гбтс то ли не знаю да 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 не надо окей это мы тоже них как-то не оценили 3 там какой-то стелс экшен какая-то там непонятная забыл вспомнить chance of сценар а это не стал секса это какая-то игра арабского какого-то происхождения какое-то приключение арабское с корейцами арабскими корейцами но и для тех библиотека бавилонской башни это у нас стелс такой синематик стелс ну да выглядит ну такой все до его час нет какая разница ну и первая игра оксалоту или кого-то называется это собрала деньги и на первое место 40 тысяч долларов вот это вот получила 40 тысяч а вот эта игра вот это вот игра 10 тысяч всего потребовала и она вы куда интереснее намного чем вот этот вот непонятный с видом сверху нет чем все в этом с чем все в этом списке да кстати согласен то что остальное но такое скучное не знаю может быть что-то я и не и не понимаю но мурус это точно слишком пиксельно слишком пиксельная каша я не знаю как это играть пицца по сумму это опять стелс любители стелса но кто будет а по сумма играть я не знаю найдутся люди но те кто скучает по стелс играм может быть так сказать на безрыбье рак рыба пазлы но для любителей пазлов если все пазлы прошли можно поиграть фонополис но можно поиграть но я не знаю стоит ли это с красным носом валит но для любителей стратегии если если вы все стратегии уже играли прошли и он хочется чего-то нового вот так сказать ну попробуйте я не знаю понравится она мне или нет это вопрос глини бастерс вот эту игру я даже не знаю кому можно советовать любители чего могут в это играть я сначала подумал что это фулгейт я тоже кстати вот такие вот персонажи нравится он такие персонажи то в это играть будет вот я не понимаю дети может дети поиграют игра в принципе детская вот два детской игрой они те игры в этом мультяшная просто графика вот идей вот там детский чистый проект таки-доки ты считаешь детской игрой нет ну как бы она могла быть детской игрой если одну но это у нас приключения арабские так я уже говорил ну да ну хотим симулятор свидания но тоже нету ни хента и ничего тем любой в теньки рок-н-ролл тоже не будет хента и никакого поэтому посмотрим что там выйдет в бавилонская библиотека выглядит как сказать но если вам нравится стелс игры можете поиграть и сам нравится играть и типа флешбека и но за рву тоже может пробовать в синематик все таки а так я но за рвут люблю но игры игры типа и но за рвут я играть не хочу извините а это но это для любителей рогаликов и сыра галиков любитель фан всяких там бадников айзак энтер за ганджен дарки с данжен нуклеер фрон децелс он немного не такой чу еще у нас есть галиковская тенгл дип сворсов диту там вот эти вот видом сверху рад была еще такая и на всеми уже все уже забыли про и трат и были китары галеки типа там как он называлась кого узнал кстати в доки-доки от климит нет от смоки маклей дайте фрэвор так что вот так вот вот это вот такие вот игры а че еще там с виду сверху было какой рогалик блин да их полно было если честно их не все не вспомнишь какой-нибудь там криптов не кро дэнсер ну криптов не кро дэнсер это не так и не то именно экшеновые ну вампайр сувайворс вот ваш любимый тоже можно туда отнести тоже аренная игра это аренный рогалик абсолютно аренду просто расстреляет всех врагов или там я не знаю как сказать выживать от толпы врагов номер один у клейми что вам сказать ладно вот такая вот была вот такая была подборка трейлеров вот такие игры нас ждут в этом году или даже не в этом году а даже дальше чем в этом году что поделаешь такие игры выходят среди инди среди ааа там ничего такого не выходит сразу говорю на графит на графон смотреть я не собирать мне надоело графон графон бессмысленно но если люди еще не устали от одного графона то ничего не поделаешь ааа все равно будут покупать оно будет все равно идутся люди кто его будет покупать их будут миллионы хотя судя по продажам игр от сони как-то не особо-то и покупают учитывая что нинтендо игры покупают очень хорошо покемонов купила 30 миллионов уже 30 миллионов копий покемонов василий на нинтендо свич как тебе такое 43 миллиона марио карт вот так вот вот такое вот нинтендо тем более у них причем топ 30 игр проданные миллион экземпляров 30 игр проданные миллион экземпляров вы вдумайтесь в эту цифру 30 игр причем абсолютно разные а сейчас они еще и спортивную какую-то игру выпускают с персонажами из марио да нинтендо делает деньги и причем не тратит их много на разработку игр а вот horizon forbidden west на playstation у него было столько вбуха на денег это самый дорогой проект наверное ну один из самых дорогих проектов сони и он дороже чем все проекты нинтендо на свич вместе взятые представляете а продажи всего 3 миллиона всего 3 миллиона копий вот так вот ну ладно всем спасибо кто смотрел всем удачи до скорой встречи еще увидимся спасибо 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 спасибо